В Латвии предлагают избирать президента всенародным голосованием. Это не так просто сделать. Для этого вначале нужно собрать 150 тысяч подписей на портале Latvia.lv. Но инициатива зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии и доступна для подписей граждан. Если подписи соберут в течение года, то есть до 3 августа следующего года, то будет проведен референдум для изменения в Конституции. После референдума о втором государственном языке порог необходимого количества подписей сильно подняли. До сих пор ни одна инициатива на этом государственном портале не собрала нужного количества голосов. То есть этот инструмент демократии у нас не работает, но шансы собрать теоретически есть. Давайте разберемся, какие есть за и какие против всенародно избранного президента. Основной аргумент за всенародные выборы – это возврат интереса общества к политике и веры в то, что народ управляет своей страной. Разные политики уже неоднократно выходили с похожей инициативой, предпринимались несколько попыток добиться соответствующих изменений всеми. Но идея не нашла политической поддержки. Гораздо больше аргументов против избрания президента народом. Во-первых, в Латвии однозначно победит самый громко кричащий популист. А в Латвии уже давным-давно пора переходить от слов к делу. Во-вторых, выборы президента с нынешними полномочиями стоят бюджету всего-то дня работы депутатов. Это несколько десятков тысяч евро. Всенародные выборы президента будут стоить 3,5 миллиона евро. Соответственно, без расширения полномочий президента нет смысла избирать президента всенародно. Итак, в-третьих, прежде чем избирать президента всенародным голосованием, имеет смысл наделить президента дополнительными полномочиями. Другими словами, из парламентской республики сделать президентскую. То есть, главой исполнительной власти будет не премьер-министр, как у нас сейчас, а президент. Иначе расходов на президента будет много, а толку никакого. В-четвертых, всенародный избранный президент – это почти как вождь. А нужен ли вождь в такой маленькой стране, как наша? При вожде в довоенной Латвии жилось не совсем хорошо. Да и на данный момент в нашей стране нет таких людей с авторитетом, кому можно было бы доверить судьбу целого государства. Большинство людей, рвущихся ко власти, демонстрируют недостаточность моральных ценностей и могут использовать власть себе во благо. Поэтому нужно тысячу раз подумать, прежде чем дать шанс прийти ко власти второму такому диктатору, как Ульманис. И в-пятых, в парламентской республике у народа больше мотивов поддерживать независимость. В нашей Конституции сказано, что власть принадлежит народу. И только народу решать, в каком направлении развиваться государству. Правда, для того, чтобы решать, нужно регулярно пользоваться правом голоса у тех, у кого оно есть. Так что, на мой взгляд, жителям Латвии не выгоден всенародный избранный президент. А вам решать, как воспользоваться инициативой на Латвии ЛВ.